Что вы думаете по поводу повышения пенсионного возраста? Да зачем он нужен? Это же не каждый сможет работать. Ну а вы наоборот выиграете и вам тысячу прибавите. Да нужна мне для тысячи. Нет, 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 чтобы не повышали, а то наши дети не доработают. У меня дочь, ей 47 лет, она не доработает до такого. Давайте... Это же редко, как и есть. Так и есть. Раз 55 женщин, да, Полу? Давайте. А мужикам надо еще поменьше. Их так мало уже осталось, мужиков. Правильно, вот. Красных книгах надо мужиков, красных книгах надо. Надо их беречь. Ой, да плохо, но вы вспомните, Путин сам говорил еще в 2005 году, что пока я президент, повышения пенсионного возраста не будет. Ну вот видите, как выполняются обещания нашей власти. Негативно, конечно, и так тяжело. Есть, конечно, люди, которые, скажем так, не сами не хотят уходить на пенсию, потому что не знают, чем заняться. Вот. Ну а в целом, в целом, если смотреть картину в общем, то, конечно, это не очень положительная тенденция. Я бы сказала нейтрально. Она уже в возрасте, так что все равно. Не особо хорошо. А почему? Ну, потому что средняя продолжительность жизни мужчин, в частности, она не соответствует тому пенсионному возрасту, который планируется. Есть разные пенсионеры. Некоторые группы пенсионеров молча согласны, те, которым обещают прибавку тысячи рублей. Ну а, так сказать, те пенсионеры будущие, они боят, побаиваются. Какое это может быть? До пенсии не доживают в Велки-Палтик, еще возраст повышают. Отрицательно. Во-первых, у нас рабочий день очень большой. Дети без присмотра, внуки без присмотра. А школы и все говорят, что детей мы не воспитываем. Молодежь вообще загнули так, что не знаешь, как им зарабатывать эту пенсию. И чем она будет. Уже на работу не устроится. И говорят, белая зарплата. А где эту белую зарплату взять? Я против. Почему? Потому что мы сельские жители, мы, наверное, до пенсии не доработаем такой большой стаж, если так разобраться. Мне вот оставалось пять лет до пенсии, а теперь что получается? Еще десять лет похотник. И что? Я вообще тогда упаду, как говорится, и все, не доработаю. А что бы вы сказали депутатам, которые проголосовали за этот законопроект? В колхоз и на поля к физическому труду мешки бы тягали бы, вручную все работали, как мы это тягаем. Ну, я не думаю, что это совсем от них зависит распоряжение президента. Вот им бы убавили зарплату бы, и они бы работали, как мы и работали. Они сидели, не спали там, в этой думе. Правильно, правильно. Надо депутаты, чтобы поменьше, как пенсию, как мы получали, депутаты, а не такие большие суммы. Вот тогда они подумают, как надо жить на этой, как мы живем на эту пенсию. И что им говорить, они там сидят на месте, денежки получают хорошие, что им не голосовать, конечно, так же и женщины там сидят. Они не переработаны, они посмотрели, как сельские люди работают на селе, и как они доработают до этой пенсии. И кто вот, вы посмотрите, говорю, кто сельские жители, они ведь ни один не пошел после пенсии работать. А кто сидят на месте, на месте на стуле, они, конечно, они идут, все работают.